Здравствуйте, меня зовут Ирина Соколова, я астролог, и для обмития 3D я представляю еженедельный гороскоп здоровья и красоты. Завтра у нас с вами будет новолуние, причем новолуние не простое, а в водолее. Сейчас это важно, потому что и Солнце, и Луна, и Меркурий планеты ума, и Лилит планеты жесткой логики, все собрались в водолее. А когда такое происходит, у всех людей улучшаются интеллектуальные способности и ускоряются какие-то мозговые процессы. Все это делает людей разговорчивыми, я бы даже сказала, болтливыми и способными именно словами влиять на других. Если вам что-то нужно выяснить, что-то узнать или заставить людей делать то, что вы считаете нужным, не стесняйтесь, говорите. Есть, конечно, в гороскопе и кое-что противоречащее сражению умом. Это желание, когда тебя не слышат, не слушают, не понимают, решить все руками. Но энергия мысли передается легче, чем любая другая энергия. Нет человека, который не услышит ваших слов, но есть люди, которые очень сильно напрягутся, если вы будете на них давить. Кроме того, завтра вступают в свои права год желтой земляной свиньи. А это праздник. В празднике люди не ссорятся, а накрывают стол, зовут гостей. В китайской традиции свиньи – это существа милые, дружелюбные, склонные ко всем земным удовольствиям. Поэтому, если завтра будете накрывать стол, он должен быть богатым. Наряды желтые, золотые, зеленые. И гости, как минимум, близкие по духу, приятные вам. В новолунии, как минимум, день до него и день после него, от любых косметологических процедур, особенно серьезных, лучше отказаться. Просто продолжаем привычный домашний уход. Можете сходить на маникюр, на педикюр или купить новые духи. Это как альтернатива. Все остальные процедуры я бы перенесла на следующую неделю. А пока отличное время для покупки аппаратов, которые заменят некоторые салонные процедуры. Это могут быть лазерные аппараты, но для домашнего использования гальванические, ультразвуковые, вибрационные и так далее. Это и время вам сэкономит, и уход сделает более системным. Потому что не всегда мы можем заставить себя куда-то пойти, а дома лежит аппаратик раз-раз. Впрочем, на легкий, не наносящий травм кожи, ну вот поверхностный пилинг, можно сходить и к мастеру. Только не стоит требовать от него каких-то радикальных изменений. Это просто легкий уход. А 8-9 февраля идеальные дни, чтобы освежить прическу. Сейчас идет время водолея, поэтому хочется быть оригинальной, необычной, отличной от всех и немножко белой вороны. И как раз смена дизайна головы вот сейчас будет очень вовремя, очень уместно. Если после этого вас перестанут узнавать даже ваши старые знакомые, вы все сделали правильно. На сегодня все. Увидимся через неделю.